новая трасса отличная погода теплая дружная компания вот секрет нашего успеха гонки проводятся всего третий раз а такое чувство как будто уже не первый год все дисциплинированы никаких проволочек просто огонь видя такой настрой и такие яркие разноцветные машины даже солнце вышла на наши гонки посмотреть и правильно сделала ведь было на что да что там солнце все пролетающие самолеты срочно слетелись поглазеть на такое в прошлые два раза трасса была чистой кольцевой на этот же раз на ней были не только левые повороты накануне трасса была прочищена трактором и ее форма сделала ее интереснее во всех отношениях автомобиль для силовых упражнений остался тем же призы стали терпеливо ожидать своих получателей а гонщики отправились в ознакомительное путешествие по новой трассе состав гонщиков за небольшими изменениями и что важно добавлениями остался тем же но опыт полученный в прошлых этапах и сильное желание победить привело к тому что пилоты после уяснения правил и особенностей новой трассы устремились по своим автомобилям и стали жарить так что в окрестностях заметно потеплело это не могло не сказаться на дальнейших событиях вылетов и застреваний было достаточно а снег из-под колес то и дело летел в лицо а еще у нас случилась даже поломка впрочем все это вы увидите чуть далее на подборке лучших моментов которую кстати как раз и вошел момент поломки полуоси к сожалению многих интересных и зрелищных моментов не удалось снять по многим объективным причинам но чтобы видеоряд был веселее я снова задействовал наш аэросъемочный воздушный флот в лице фантома а также добавил немного слоу оно хоть и не шибко качественное но смотрится очень классно а еще уникальный контент в лице съемки прямо из кабины пухли во время гонок короче я старался смотрим а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы провели третий этап гонок в Шишкин лес, который не в Шишкином лесу, а вот здесь и не в лесу. Это филиал. Что хочешь сказать? Клевый сезон, первый наш сезон, а третий эта гонка давалась нам как бы совсем нелегко. Во всех смыслах и подготовка ее и вообще. Так что очень здорово, что сегодня 10-12 стартовых номеров. Прекрасно. Всем спасибо каждому, кто готовился, кто маслал, не спал, мерз и так далее. Сейчас объявим результат от Никиты. Уважаемые коллеги-гонщики, давайте с самого конца. Призовой конец. Конец призовой. У нас занимает Дима Смирнов на автомобиле «Москвич-403». Соответственно, за участие в гонке он получает наклейку. Дима традиционно украшение наших мероприятий. Да. Десятое место в основном зачете занимает Тарновский Федор, который пришел с лучшим временем 1 минут 48 секунд 59 сотых. Соответственно, получает наклеечку. Наклейку ему клеить некуда, но он не получает. Пусть клеит на холодильник. Девятое место привез участник под номером 10 по фамилии Егоров, а имя которого я, к сожалению, забыл. Я не запомнил, да неважно. Ну, очень обидно. Фамилия Егоров по имени Егоров. Спасибо. Дальше у нас это восьмая позиция, с лучшим временем 1 минута 42 секунды 60 сотых. Это Ярославцев Денис на автомобиле, на том же самом автомобиле «Москвич-403», за что он тоже получает памятную наклейку. Седьмое место привез нам участник под номером 3 – это Князькин Владимир, за что он тоже получает памятную наклейку. Володя героически дрался просто. Да. Сам с собой. Он, во-первых, молодец то, что приехал, потому что он сомневался. Стоит ли посещать подобного рода мероприятия? За одну наклеечку. Да. Так себе. Но на четвертом попытке борьба с бруствером закончилась успешной, собственно, попыткой. А шестое место с лучшим временем 1 минута 39 секунд 71 сотая занимает Бабушкин Станислав и получает также памятную наклейку. Станислав. Пятое место с лучшим временем 1 минута 34 секунды и три сотые. Тут очень интересная борьба начинается. Занимает Суклышкин Вова. Вова. Мы знаем, что у тебя были замечательные попытки и бруствер тебе мешал. Особенно последние. Особенно последние, да. Но вот, тем не менее, пятое место – это весьма себе хороший показатель. Четвертое место занимает Николин Алексей. Леха. Ну, вот в этот раз не выбился. Ничего страшного. Лучшие места. Все впереди. Но, тем не менее, стоит побороться в следующий раз. Возьмешь реванш. Ну, опять же, отрыв от третьего места, но он, как бы, весьма воздушный. Да, потому что третья занимает с лучшим временем 1 минута 33 секунды 53 сотых, то есть с отрывом меньше половины секунды от четвертого места. Занимает Глумов Федор на автомобиле, который в прошлый раз имел заклинившие суппорта. И не только. Также кривой карбюратор. А теперь этот автомобиль взял, взял и привез. В общем, у меня много потратил времени на этот автомобиль. Труды вознаграждены. Второе место и лучшее время 1 минута 32 секунды и 11 сотых. Привез, несмотря на погибшую полуось, привез Свичихин Даня. Но лучшее время он привез ее еще на исправной полуось. Потом она ему не позволила сделать лучшие результаты. И, соответственно, получает памятную наклейку и памятный приз. Аж полуось не выдержал. Насломал. Она развалилась. Ну и, соответственно, я думаю, несложно вычислить претендента на первое место. Потому что первое место с лучшим временем 1 минута 31 секунда и 9 сотых занимает Цибульский Станислав. Памятную наклейку. Получается за то, что занял на холодильник. И вот еще, Стас. И памятный приз. Смотри, это тебе на всякий случай, если кулиса сломается, каталог ее ремонта. Мало ли где посмотреть. А микроскоп есть? В комплект не входит. Поставляется отдельно. Спасибо, у меня теперь целый коллега. И первый, и второй. Да. Спасибо вам, парни. Ну и, к сожалению, вне зачета, но при этом с самым хорошим временем за сегодняшний день соревнований, это 1 минута 29 секунд 61 сотая, занимает Паранько Евгений на автомобиле Светогор. Спасибо. Женя традиционно с нами, да, и традиционно с нами. Потому что с веном это не так же плохо. Вот. Так что на этом, дорогие друзья, мы считаем, что нужно поставить логическую точку в наших сегодняшних соревнованиях, и мы будем готовиться к следующим. Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон»